Азербайджанцы готовы жить с армянами в мире? У нас выстроена вертикаль власти. Хотим мы не хотим. Государство и президент, приведший нас к победе, правильно, стратегически выверяет этот пункт. И это будет регулироваться государственными органами. Никаких случайных, частных побоев, издевательств и, не дай бог, более радикальных действий применяться не будет. Но для того, чтобы это на рынке, в магазине произошло, я думаю, что нужна смена одного поколения. Это поколение, и в том числе мое поколение, головой-то я понимаю, но эмоционально можно и сорваться. Потому что мои дедушка и бабушка, тети по маминой линии, они все изгнаны из Армении. Мы являемся жертвами этих репрессий. Тем не менее, в Нагорном Карабахе, я помню, в советское время было столько смешанных браков, столько детей. И сейчас, видите. Дорогой Дима, в Баку сейчас живет 30 тысяч армянок, которые вышли замуж за азербайджанцев. Во время Второй Карабахской войны, если наши слушатели, вы тоже, вы знаете, один из известных, так скажем, лидеров масс-медиа, вам это удобно будет. Посмотрите на, значит, YouTube-интервью у пожилой армянки, которая жила в городе Гянджель, и ее дом был подвергнут артерийскому обстрелу армянских незаконных формирований. Ее спрашивают, знают, что ты армянка? Говорят, все знают. На базаре не бьют? Нет. Не насилуют? Нет. Голову не отрезают? Нет. Хлеб не продают? Все нормально. Мы толерантная нация, несмотря на то, что у многих есть травма, и с этой травмой им трудно справиться. Но я думаю, что возобладает наш разум, потому что нам нужно строить государство, нам нужно будущее, нам не нужна история. Но историю забывать мы не собираемся. Я вам задам очень неприятный вопрос, тем не менее я его, конечно, задам. Армяне и азербайджанцы и в Баку, и в Сумгаите, и в Степанакерте, и в других городах мирно жили, горя не знали, делились последним друг с другом. Смешанные браки, общие дети, мир счастья, все нормально. Конец 80-х годов началось. Кто это все устроил? Русские? 100% не только русские. Дело в том, что, так скажем, я говорил, Россия или СССР – проект Ватикана. Для того, чтобы сюда проник Запад, одним из инструментов разрушения России и главным направлением этого было межнациональное столкновение. И в данном случае, так как Армения… Давайте я, Дима, я не хочу вдаваться в какие-то исторические ракурсы, я задам два вопроса без комментариев. Вы, Дима, украинец. Я спрашиваю, вы украинец? Я спрашиваю, Дима, ваша родина Украина? Армяне обращаются друг к другу. Хай-эс. С армянского это означает «ты хай». Они страну называют «хаястан». То есть «хай» – «стан». «Стан» – это тюркское слово, то есть означает ареал, географию. Я задаю вопрос, а где здесь армяне? Где слово армяне? Где корень слова армяне? То есть по книге Ватикана от 1594 года переселение армян с Индии, Мадраса, на эти территории, это называется племена хая. Была создана масонская ложа. Она называется «Армянская масонская ложа». Так вот, с 1594 года степ-бай-степ это делается. И на земле управляющем или отвечающем за армян осталась Россия. Поэтому при распаде СССР западные круги руками КГБ СССР, а это мы знаем, что во всем мире спецслужбы созданы по принципу ордена иезуитов. КГБ СССР первый начал уничтожение азербайджанцев в Армении, городе Кафан. Почему я это смело говорю? Я находился в следственной группе прокуратуры СССР. Там были тройки. В одной следственной группе я находился от прокуратуры СССР. Нет прокуратуры Азербайджана. И мы расследовали преступления против азербайджанцев на территории Армении. Конечно, прокуратура СССР вывезла все эти документы в свою... ну, я имею в виду Москву. И в материалах этих документов всегда фигурирули представители армянской национальности, но носящие в карман удостоверение КГБ СССР. КГБ Армянской ССР, КГБ Азербайджанской ССР. Но команду получали из Москвы. Поэтому мы считаем... Кстати, сумгаидские события армяне любят, говорят. Это расследовала прокуратура СССР. Возглавлял так называемый убийство армян в Сумгаиде господин Григоря. Поднимите. В Ютубе же есть приговор прокуратуры СССР. Не Азербайджана. Григоря. Григоря был агентом КГБ СССР. Мы его осудили. Его этапировали в Москву. Через 6 месяцев в Москве его выпустили. Он на свободе, живет под Москвой. То есть до сих пор живет, кстати. Я о чем говорю? Столкнуть два народа. До братоубийственной. До того, чтобы они друг друга возненавидели. Это операция КГБ. И это сделали в Москве. Почему? Политика управления через конфликт территориями или геополитики называется конфликтное управление регионами. Нужно было создать контроль для контроля Кавказа Армении и Азербайджан. Для контроля Молдовы. То есть вот эту так называемую Приднестровскую республику. Для контроля Черного моря, а особенно Грузии. Большая угроза для Северного Кавказа, для России. Это Осетию и Абхазию. И самая страшная для них трагедия – это Украина. Прямое направление в Европу. То есть если с нами они могли придумать вот эти профси-государства, вас нужно было уничтожать. Именно поэтому в начале войны говорили, или Украина с нами, или не будет России. То есть борьба не на жизнь, а на смерть. Или вы умрете, или они умрут. Пусть лучше они. Это решит Бог, и я думаю, что... А лучше было бы, чтобы никто. Каждый сидел у себя дома. И создал. Напавший так скотски не имеет права на будущее. Тогда почему в Украине нас осуждают? За то, что мы восстановились у ориентина? Давайте мы не обобщать. Я не обобщаю. Как кто-то сказал, не обобщайте, не обобщаем и будете. Давайте не обобщать. Я еще раз говорю. Я все время заявляю, что для Украины это хорошо, то, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Это прецедент для нас. Этому надо радоваться. Дима, первый камень пошел. Кто следующий? Все правильно. Все правильно, абсолютно. Скажите, Азербайджан и Армения заключат договор о мире и дружбе? Они будут дружить? Они дружить не будут, потому что Армения и Азербайджан заключат договор под давлением, в данном случае, англосаксов. Этот мирный договор, главным камнем предкновения остается Зангизурский коридор, потому что Франция и США будут делать переворот в Грузии или гражданскую войну в Грузии для того, чтобы ограничить наш выход через Грузию на Турцию, то есть управлять Азербайджаном. Таким образом, контролируя Армению и контролируя Грузию, они хотят дальше продолжать создавать из Азербайджана тупик, сталкивая его в войну с Ираном. Мы на это не пойдем. Поэтому, чтобы у нас был коридор с Турцией и с Европой с Западом, нам нужен коридор или под гарантией США, с бумагой, которую подпишет Армения, или на основе того, что в 2020 году эту территорию Закфедерация РСФСР, где Шаумян, Степанян, я не знаю, и так далее, то есть армяне... 26 бакинских комиссаров. Да, да, да. Они взяли это, передали Армении для того, чтобы отделить Нахичевань от Азербайджана, то есть материкового Азербайджана. Мы не позволим, когда спрашивают, зачем азербайджанцам Зангизурский коридор, аппетит во время еды приходит? Мы объясняем. Если мы не получим дорогу на Турцию, нас заблокируют за Кавкази, а это конец нашей государственности, нас будут сталкивать в войну с Ираном. Мы не будем воевать. Я думаю, с Арменией можно экономически нормально договориться по Зангизурскому коридору, чтобы Армения предоставила этот коридор для торговли. Вы думаете о хороших людях. Если бы там были адекватные люди, не было бы ни войны ни в 2020 году, и ни 20 сентября. К сожалению, армяне неплохие. Они просто не субъектны. Они не могут распоряжаться своей страной. Они зависимы. Все в Армении принадлежит России. Газ она получает по ценам ниже, чем газ, который дается гражданам Российской Федерации внутри России. На 100% зависит от зерна из России. Кто ее будет отапливать? Кто ей даст зерно? Железная дорога, по которой они ходят, принадлежит РЖД. Грузия до Саакашвили, помните, тоже вся принадлежала России. Ничего, оказалось все нормально. А кто сделал нормально? Саакашвили. Азербайджан? Да, Азербайджан очень помог. Мы дали нефть, мы дали газ, мы дали деньги. И когда армянский батальон Баграмян проводил этнические чистки в Абхазии, мы дали транспорт, чтобы вывозили грузии. Мы сделали заявление Путину, поднимите интернет, потому что русские начинали бомбить трубопровод Бакут-Билиси-Джейхан. И Турция, и Азербайджан предупредили Путина. Нельзя трогать нефтепровод, потому что на 50% он принадлежит Бритиш-Петролю. Мы выстраиваем концепцию, не собирая все яйца в одну корзину, но свою отстаивать можем. Но в чужой не полезем. Фикрет, спасибо вам за интервью, мне было очень интересно с вами. У вас глобальный такой взгляд на вещи, не все, что вы говорите, мне нравится, честно вам скажу, что касается Украины. Далеко не все. Но я толерантный человек, и я принимаю чужое мнение. Я напоследок вас спрошу, ну давайте пофантазируем, но обрисуйте ближайший год, например, что будет с Украиной и с Россией. Ну да, до конца 2024 года вас должны с этими президентами через третье лицо, без этих президентов заключить перемирие, то есть заморозить. До конца 2024 года прямо? Да, то есть даже не до конца 2024, я думаю, немножко раньше, желательно весной, потому что нельзя раскачивать программу выборов в США, в Великобритании, в Европе, даже в Индии. Я уже не говорю про Россию. Нельзя колбасить выборы. Все должно у них в стране пройти спокойно. У них-то нет войны. Зачем вы им мешаете? То есть вы видите стол переговоров? Я в этом абсолютно убежден. Ваш же министр иностранных дел заявляет. Вот вы спрашиваете, Фикрет, откуда ты берешь? Я ссылаюсь на заявление господина Кулеба. Сказал, что нас осенью будут принуждать. Но я увидел интервью господина Данилова, у меня волосы дыбом стали, когда он заявил, что все в Европе должны принять закон, что мы обязаны Украине помочь. И думаете, на Западе, принимая валерьянку, будут ли они так стремиться вам помочь, когда вот такие ультиматумы к ним приходят? Дима, у вас должны быть адекватные политики, грамотные политики, дипломаты, выстраивать отношения с международными структурами, организациями, государствами. Вас должны одновременно любить и Армения, и Азербайджан, они пытаться сталкивать Азербайджан с Арменией, и сами попадая в плохое положение. Вы должны выстраивать отношения ровные и с Парижем, и с Вашингтоном. Вы же их сталкиваете. Это обухом ударит по вашей башке. Нельзя их сталкивать. Нужно им находить места. То есть, вот так скажем, вот эту площадку, вот эту дорогу. Пусть там американцы, они вам помогают. Но как только вы начинаете в своей стране их сталкивать, это ваша страна. Они же в вашей стране будут драться. Пойду, Фикрет, выпью немного. Без 100 грамм переварить то, что вы сказали, крайне сложно. Упрощу себя за... Спасибо, Дима. Спасибо. Хорошего вам. До встречи. Спасибо. Вы не огорчайтесь. Я вам честно скажу, есть миллион рецептов, чтобы... Мы 30 лет шли, вы можете за 3 года это сделать. И я это вам искренне говорю. Это не поддержка. То есть, не моральная поддержка. Это есть путь. Ну, хотя бы поучитесь у Азербайджана. Ну, хотя бы. За 3 года вы можете стать страной в Европе на МЛА. Если захотите. ПОЁТ.